далее лестью проникнув доверие к жителям они натравили людей друг на друга так в тех мирах рождены были воины здесь тоже все понятно странно чем больше они убьют друг друга тем больше больше у них доступ к недрам после того как закончились воины остаток живых облучили цираном то есть но и гроническом варианте тоже стоит циран это может быть система облучения либо система психооблучения либо еще какая то то есть но которая влияет на людей потому что после этого и люди лишились сознания и воли его приказу врагов чужеземных богатство и недра они добывали то есть как бы превратили бесполезную скотину в рабочий скот 25 и кадры и прочее прочее но очень много сейчас даже народов на земле которые вот ждут милости которые дадут правительство или там боги обращение что и сейчас цираном облучают то есть когда же всех землях богат не осталось все же и недра исчерпали все до предела тогда всех людей уничтожили вороги и вывезли все что на землях добыли то есть они уже больше не не нужны эти деньги то есть как паразиты пришли все выгребли все уничтожили и ушли земля да то есть они ее и землю угробили то есть если вот такого наши предки называли нефть это кровь земли это ее жизненные артерии то есть все равно что будем говорить земли выкачивает нефть и заметьте нефть выкачали что начинается оползни и провалы помните чили рады другие города когда пятиэтажки уходили то есть выкачивали просто артезианскую воду и потом пятиэтажные дома уходили проваливались вместе с жителями по земле уходили а здесь выкачать нет а там же миллионы тонн и городам многие могут вот даже предупреждение что москва и проще города там чуть что не так и они могут полностью уйти по землю то есть провалив на глубину до километра то есть представляете может быть это по поводу всех людей уничтожили вороги и выиграли все что на землю забыли а в коих земель чужеземцев изгнали то есть прибыли то есть начали там натравливать их выгнали туда они туда отправляли они паш разрушить то есть мало изгнать надо еще умеет пресечь и защитить свою землю вот о чем многие думали но изгнали все ушли а не раз и удар и уничтожили рута троара вот наглядные примеры и дальше идет описание как они уничтожали но здесь три шлаки у нас опять многоточие наши предки не акцентировали на негативе дальше возьмая шлака нельзя будь чуточку беременным либо беременную и разродиться либо ничего восьмая шлака или сто тридцать седьмая от начала что идет честно техническая документация что восстановлен был круг и зарпина вновь засияла спираль между мире вращаясь она превращается в спираль даже если вы себе просто нарисуете спираль и начинаете смотреть центр ее сквозь спираль у нас уходит ощущение прохождение или квадраты квадрат в квадрате квадрат в квадрате то есть человек начинает смотреть его как бы сознание туда по спирали или по квадрату вглубь затягивает то есть здесь примерно спираль то же самое и вот чтобы это все починить засияла спираль что горит первым вы были веке эти кристаллы и движения в части что меркнет лучом получать посмотрите отсюда вот они два чертогона они как луч веркнет лучом получать и что надо для этого сделать место кристаллов движения сварги 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 сварго путь сварожий путь небес на путь круг сло сварга то есть значит вот здесь место крестнлова движения сварги что на краях для чертогов сварожьих это что у нас чертоги сварожьи установите кристаллы инглии то есть кристаллы которые работают на чистоте первичного огня то есть понятно да ты стал инглии инглии это первичное огонь творения жизнь ронящее их надо поставить то есть вместо испорченных или как временно не действующих кристалла надо поставить кристаллы инглии и что происходит они же работают на очень тонких частотах те кристаллы и заметьте свет и намерие то есть иного мира не нашел проявлены знали то есть тонко материальном мире будет в кристаллах инглии светится и истекая мощным потоком он восстановит зарбина свечение то есть что вот это как бы анти энергия или и на энергия иного плана она проявляется и она восстанавливает что структуру зарбина да и восстанавливает зарби на свечение но перу сразу же предупреждает только на круг и зарби на пред вами ровным сиянием спираль проявится то есть подготовка комплекса восстановилась и сразу же спираль проявилась что-то уже говорится вновь поменяйте кристаллы как было в изначально ибо откроется вам и на мире то есть инглия начнет влиять так что спираль в иномирии откроется в иной мир в иномирии и перу тут же говорит знаете губителен свет и на мире он поглощает душе излучения то есть у каждого человека душа она излучает на определенной частоте а вот этот иномирный свет он поглощает то есть вы как бы его правильно называют анти миром по отношению к нашему поэтому она как бы стягивает он может затянуть туда все излучение души и что происходит и разум померкнет в лучах иномерных а разум у нас как раз на каких частотах работает александр на чистоте души понимаешь его и разум померкнет в лучах иномерных не в силах понять что с душой происходит идет и течение энергии души а человек не может понять мне все хуже 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 и хуже и никакие медики никто не может определить почему вы это может привести к тому человек теряет разум а жизнь неразумных не имеющих разума бездушных душу все выращиваем создание не движется в сварку то есть вверх от пекла уходит то есть когда говорят отдайте душу как раз вот и используют на другом уровне поглощения души от пекла уходит и там они чахнут во тьме беспробудной не зная себя не того что случилось только сейчас очень многие ваши шаги дома когда об коля и они уходят как просит от кольки двери директор а вы что ничего не можете с ними сделать через неделю приеме вот что это было мальчик тебя как зовут петь и сколько директор как вы этого добились 10 шлака или 138 а сначала и перун говорит так будьте внимательны в ваших деяниях и не пытайтесь судьбу понапрасну вот что макошь плела вот тем и пользуй и не надо хитрить и пытаться судьбу обмануть кстати перерыве мы как раз обсуждали примерно то же самое петрович рассказывал как читал сказки дервиш а уже рассказал да когда ученик дервиша увидел что тот беседует подошел и принцем смерти и услышал как говорит я пришел куда там самарканда самарканд чтобы это оттуда ну людей он мертвей почистить а этот услышал ученик и убежал в бухару берет дервиш список а учитель его берет говорю чат я не понял мой ученик записан в бухаре он же здесь но не знаю мне вот так записано там умер ты а тот услышал что я убежал туда то есть от судьбы никуда не денешься многих людей любопытство сгубило здесь тоже одна из форм родители вам с детских лет вроде не лезьте туда куда не положено а что не положено то не поклатино а что не поклатино то зарыть многих людей любопытство сгубило тех кто пытался познать и на мире многие же как я великий маг экстрасенс оп все тетка шиза посетила и на кушал или на кашинка это еще хорошо а многие сразу же пекла ничего не ведет жизнь растения хотя растение не опутать уже лучи и намерия вредны для здоровья и люди не в силах познать их природу эти там жизнь протекает по чуждым законам то есть по отношению к нашему и устои абсолютно другие законы физики и прочее прочее совершенно иные над землями спорит кровавый рассвет здесь идет в образное сравнение да в инфракрасном излучении и заметьте странные сущности вроде балканов себе памяти балконку пол коня то есть типа кентавров пытались вайтмары разрушить на век то есть туда получается что во времена перуна и перу вместе с ними на вайтмара они проникали в иномире чтобы посмотреть и что мир враждебен он тот же пытался напасть вот эти сущности чтобы разрушить корабли на как проходили прилетели то есть здесь он объяснил техническая документация и тут же и тут же он дает им предсказание на будущее то есть говорит о прошлом и сравнивает параллели как бы мы сейчас сказали настоящего прошлого и будущего то есть такого понятия в священных писаниях вот это было прошлое настоящего лучшего нет есть один поток рейки времени и на каждых участках есть свое проявление не заметьте перу говорит что он поток времени он везде то есть но все зависит помнишь на уроке река времени разбирать длительность жизни зависит от того на каком расстоянии от берега между берегом и фарватором ты находишься реки времени и берут говорит вы на мидгарде живете спокойно если точно брать 40 тысяч и еще пять лет живете спокойно в давних времен когда мир утвердился то есть что значит мир утвердился когда как бы закончилась война помня и ответ то есть из мудрости одеяниях дач бога его сына как он порушил оплоты кощеев что на ближайшие луне находились то есть леля или как во многих ее еще называют ликой ли реки лик паник то есть уничтожено порушила луготы что на ближайшие луне находились то есть говорят современным языком готовилась интервенция оккупация мидгарда и на ближайшие луне кощей стягивали войска темная сила но тарг перунович названный дач богом решил это все дело прекратить одним разом раз сказал застал не понимают об и не встал и так не позволил коварным кощем мидгард разрушить как разрушили дейл продаю мы уже разбирали у нас вместо дей что на звездах и землях поезд астероидов и дальше вот как раз и перед идет три строчки из точек мы как раз уже когда на звездах и разбирали но там относительно дейл вопрос у нас были решены дай сразу перун поясняет кто это такие кощей вдумать лукоморье там царь кощей над златом чахнет почему чахну а злата ему не хватает техническая энергия он оттуда потребляет потребляет потребляют и потребляют а для этого ему надо таблеток от жадности и побольше 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 но пометьте кощей то не один сгадка разные кощево ставки кощеев много эти кощей правители серых думы то есть они управляют серыми кощей управляет серыми он уже в других на других предметах разбирали что кощей это управляет серыми а ими управляет кто не взять мы над ними тоже и свои правители то есть это как бы какое-то одно и среднее звенье эти кощей правители серых сгинули вместе с луной получать и получать и получать половина часть древняя флавяно-арийская временная мира часть равна 648 долям то есть 18,75 секунды а здесь получать половина то есть 9 секунд и еще там 38 сотых ну грубо за 9 секунд он уничтожил левью вместе со всем этим темным хламом живым и мертвым который там находил 9 секунд и нет ничего до быстренько но опять же но уничтожить там уничтожил отказано на расплатился мидгард за свободу до арии это великим потоком то есть дарья материк на северном полюсе вот если взять полюс вот он как бы материка это четыре реки формы то есть она была скрыта а в помните жрец спад предупредил об этом когда мы разбирали и наши предки отсюда переселились и ушли то есть как бы там никого не осталось но это первая волна потом-то даришь все равно поднималась опускалась в зависимости отбиение но дарья скрыта была великим поток и замените он говорит откуда взялся поток если воды на земле было манехом мало-мало-мало а он говорит воды луны тот поток сотворили то есть налили были моря вода луны тот поток сотворили на землю с небес они радугой пали то есть но белья у нее было же период обращения семь дней то есть она находилась очень близко от земли поэтому при разрушении и вот эти все воды они как бы перетекли в атмосферу земли и там под действием того что остывали да и в виде снега и прочего дождя все это выпадал климата монета другой был на землю с небес они радугой поля это по атмосфере чуть чуть-чуть водички а когда целые моря океана да дождем и снег почему небо луна раскололась на части и раке сварожичей дмитвер спустилась то есть луна была причина превращена в осколки и заметьте где улетела вода звездное пространство космическое она вместе с объектом вошла плотные слои атмосферы и мы смотрим сварожичи от древнихорейской руны сва небеса сварожичами в древности называли не только небесных богов но и огненные шары болиды метеориты падающие с небеса также шаровые молнии вот это все называлось сварожичи в мидгар спустила то есть ведь информация есть видео везде беды беды бежали русские вот она то же самое да смотрим в гамаюни но это происходило здесь описано после трех лет после потопа великого то есть как леля была разрушена то есть и без фазал камень и там была записана мудрость сварога заметьте что он говорил часто вы мои знаете ходит земля мимо солнца но мои слова не пройдут мило вас то есть в отличие от христиан наши предки знали что в центре системы стоит солнце земля ходит мимо солнца они как у христиан было что земля центр мира пол мира да и все вокруг нее вращается галерея 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 и джордана бруна сказали это не так им сказали что пройдите на костер пожалуйста один отрекся якобы потом сказал а все-таки она вертится а другой не отрекся его заживо зажарили и тут же говорится о древних временах люди помните о великом потопе истребившим людей вот то что с небес мы прочитали сантех здесь тоже самое о падении на матушку землю огня вот они творожки и тут же говорится знаете будут последние годы годы тяжкие потрусливые будущее скоро будет конец света белого повернется сварожий круг то есть идет предупреждение что вторая луна тоже будет уничтожена но удар будет такой что земля наклонит свою ось и что сварожий круг круг свар он как бы поменяется и заметьте будет день последний и солнце во тьме где можно наблюдать солнце во тьме только за пределами земной атмосферы когда на черном фоне сияет светило дальше и орел украшение небесное цвета вам не даст в утешение то есть вот он чертог рва ты солнце уже как бы не будет не будет проходить она сместится и сойдут на землю сварожий и ужаснуться людские души то есть все огненные вот идут а теперь убить отступление небольшое делали и возвращаемся то есть к этому это же не просто уничтожили луну а что произошло были разрушены древние что простирались до дальних чертогов и между мире между мирами между галактиками как бы мы сказали часть свар часть связи прервалась то есть почему на потому что у нас были вот эти вот иглы многие небесные до системы космической связи они не стояли на леве ну удобнее связано не было слышно золк на газовый многому вайтмар потерялась во сварке то есть допустим их навигационную систему были настроены на берегу леля уничтожена за что система ориентировки как бы утеряна много погибло в то время народу кто не успел на вайтманах подняться то есть поверхности земли распаду их подняли в небеса кто не успел на вайтманах подняться или пройти сквозь врата междумирья много на земле было и сохраниться в чертоге медведя а медведь это что это сварок а там от кого пришло сообщение от сварога чертог медведя то есть часть на вайтманах туда по защиту сварога ушло а часть сквозь врата между мире ушли по системе связи именно в этот чертог и идет этого сохранится в чертоге медведя и дальше идет сам технический процесс система она же идет не нет то есть там что успели набрать какая связь здесь закрыта была помнишь раз закрыта макрис покрыть не творог на платье закрыта нет я я тебе не об этом много чертога закрыта потому что чтоб темные силы не использовали для проникновения то есть открыт был где вот это а здесь самый мощный чертоги сварога там это как бы говорят мир дарится они уничтожали на приближение к своей системе то есть не ответил но такое предание не ответил на зов приветствую значит враг сюда ведет любого ворога не уничтожали то есть даже если кто-то на подлете к системе не ответил на приветствую то есть не включил идентификацию как бы мы сказали айди не предъявил кто ты такой все дарите уничтожает и прошлого будет потому что они научены контактом с этими технологиями мера технологии поэтому и заповеди вспомните одна из заповеди обращение к хорейцам и дарится защите роды растения светорусов по чужеземных ворогов что идут земли ваших правовым полу слову с оружием почему хорейцам и дарится потому что у них опыт опыт есть как воевать и они знают умеют отличить ложь неправду кривду от правды и вот связь нарушила нити чертогов то есть он привел как было в прошлом до связь не порушилась и говорит нити чертогов нарушены снова поэтому иглы небесный цвет потеряли чтоб засияли вновь иглы цветами он же перед этим стал что идет великой раз это битва вы замените кристаллы иркам и аиркам и этого на что это звезда звезда иркам их замените кристаллами тары а тара это у нас что это полярная звезда и сквозь зиму то есть малую медведицу восстановите нити то есть не получается у вас через зеркалу через созвездие через эту звезду соединиться но переключите поставки другой кристаллы соединяйтесь вы через старую через малый медведь делов-то всего вновь засияет небесные иглы и от зооуса вайтмары на запас и дальше идет описание как это все сделать проделать не ну а тут и идут 4 шлаки рунические то есть как это все делается далее разбираем то есть помимо всего этого он говорит что что необходимо просто механически выполнить это не то он говорит вера в успех ваших плавных деяний вот что важнейшее данное время то есть касалось и 40 тысяч лет назад это касается и сейчас вот что важнейшее в данное время если деяние скреплены верой что помешает свершиться деянием а вера первопредков это родовая связь связь между поколениями между родами то есть и здесь опыт традиция она и помогает создавать поэтому и говорится если деяние скреплены верой что помешает свершиться деянием но при этом не каждый год мой род расцветает а остальные меня уже не касается заплыви все груздями ничего подобного говорится только в труде не в рабу только в труде сотворенным общиной община как там стоит в руническом только в труде сотворенным миром всем миром поэтому община и было мир но там писала через руну которая обозначала общину но считалось равно как мир вы свои роды покроете славой только через труд слава человеку поэтому вот даже сейчас по городу идти слава труду слава народу труженику понимаете человек славен трудом работающий горбом то есть ну кто говорит горбатился на работе труде он славу обретает свои плечи расплавляя расправляет а на работе он горбатится почему-то потому что работают только рабы дальше только сплотив древней верой все рати то есть рати войска светлых сил вы отстоите мир так ваш прекрасно то есть что должно быть объединение не так что вот а я отсижусь я ничего не знаю моя хата с краю да а кто что-то знает так это дурочка из переулочки то есть пока не объединяться все сами не то есть выходите все древнюю веру записывайте до вступаете как в какой-то ничего подобного когда человек посетить не осознает пока не пробудется его душа и не пробудется его совесть он не осознает свои родовые связи вот тогда только он начнет понимать что только объединение а не разъединение каждый сам за себя человек человеку волк он это отринет вот объединение поможет отстоять мига нашу землю и заметьте что произойдет вновь восстановятся древние связи и на призывы потомка подкликнутся предки думать многие предки у нас считаются как умершие но когда человек восстанавливает родовую связь он с предками общается идет общение с предками во сне приходят некоторые наяву являются предки которые умерли в горморе за десятки а то и сотни лет до их рождения я уже приводил пример правильно приходил напомнить свои бабушки а его день рождения здесь тоже самое то есть человек начинает общаться получать помощь а плюс еще земля выходит из зоны тьмы светлую а там уже многомерная связь восстанавливается и человек сможет общаться воочию с теми которые сейчас еще считаются уже умершие хотя по 50 60-х годов на западе многие эти кузла птицы минуты да то есть они записывали включали магнитофоны там у них долгая запись голоса птиц и их птицы улетали то есть они включили ушли птически поют и поют записи голосов умерших людей производили и делалось это в разных странах мира то есть о чем это говорит можно общаться с теми кто те говорили напоминали и прочее что надо делать и кого предупредить от каких-то несчастья то есть делалось это на обычный то есть можно это сделать сколько было сообщить и что даже будем говорить души умерших через компьютер предупреждали ну человеке отработает а на экране сбой пошел а потом как предупреждение родственник нет не убей не ходи собьет машина а человек это наверно какие-то шутки или вирус вышел бум сбила дальше заметьте когда родовая связь есть вы общаетесь что происходит не смогут мешать речи той чужеземцы ибо их гонят их в пекло и свадьбу но тут же опять предупреждение не надо радоваться и успокаивать но помните люди что мстителен ворог и делает вид что до свадки не дело а сам затаившись от взоров подальше вынашивать будет оружие мести не знает о чести и правде небесной ибо в сердцах их отсутствует совесть раз отсутствует совесть значит душа и все остальное да поэтому заметьте в обиходе в русском языке людей не белых правило как называют зверями или объединены то есть какой они не достигли еще человеческого уровня это же на уровне обихода подсознание человек опять зверки по наехали на базаре чего купить ну да потом фигуратино и заметьте дальше последний последняя шлака последний санте и первого круга много земель чужеземцы сгубили в разных чертогах сварожего круга то есть не в одном правда где силы и вечер и захваченный вот мир прежде чем уничтожить там через врата проникали потом уничтожали в разных чертогах сварожего круга причина черная зависть из понятия белая а я сделаю себе еще лучше вот это называется белая черная ой у него есть надо его убить и забрать или или уничтожить то есть у меня черная зависть их взор затмевает когда они видят достаток друг друга то есть не только по отношению к нам у них зависть даже между собой у них зависть зависть обман и желание чужого вот в чем их цель даже в пекельном мире там у них цель в жизни пекельном мире и потому чужеземцы пытаются все захватить сварги и между мире то есть не только сварги что подвластно светлым миром а и между мирами то есть между вселенной все как греки которых описывал пока все тащит поэтому грек ты все это довольно такой а у них и между собой ведь даже почитать их не призами они между собой племена с племенами воин друг дружку убивают то есть за чего захватить власть достояние а привилегий и за это убивают поэтому перрон и говорит помните люди расы великой все что поведал все вечер прекрасно то есть он но главное главное в чем чтобы для ваших потомков и знания эти были ненапрасны и дальше тут идут четыре шлаки и они могут сотворить то-то то-то и то-то поэтому поэтому каждый сам познал и передали потомкам познал передай потомкам из поколения в поколение предупреждает чтобы не расслаблялись не думали что все коту масленица то есть ой масленица праздник да масленица пришел и масло убил ничего и дальше на этом заканчивается первый круг 1 санте и веды перуна и первый день общения расы великой и потомков рода небесного со света мудрым и все прекрасным перуна то есть закончился что только первый день общения вот первый круг это как раз заметьте люди как собираются интересно послушать потом круг первых то есть первый сбор народа в единый клуб и он сидел со всеми ему задавали вопрос он не встречал первый день первый круг второй круг круг второй круг это второй день общения то есть он 9 дней общался с анти сохранилась все день кругов но на русский язык на русский язык в 1944 году был переведен только первый то есть для чего его вот ведь изо всех этих предупреждений поэтому потому что там есть еще пророчество других кругах и очень много интересного и прочего но для народа в 1944 году что многие они уже к власти как были равнодушны а тут разрешили вновь верить в бога сорок третий сорок четвертый год и вот в сорок четвертом вышли а тебе до перуна переводить на русском языке для вновь возрождаемых общин то есть двадцать девятом закрыли то есть юридически закрыли они так и остались общины а здесь для возвращения человеку и вон говорить это все большевистская цензура пропустила это вот сейчас а тогда сорок четвертого года там были небольшие такие поместные типографии но тогда это было разрешение на печать потому что здесь как призыв и многим этим комиссаром тогда же комиссариата были объясняли что это вот здесь темный город это про фашистов но в образных действиях то есть вот империалисты напали и вот нарочно всплотить они а пропустить то есть издали и вот тогда это она поскольку здесь будем говорить растолковали и далее то есть межрайонные какие-то типографии да а уже последующие последующие они сдавались уже так называемым самым то есть подпольно то есть еще со времен белого движения знаете вот такие вот ручные наборные стояли и вот на них делали а многие просто переписывали от руки и поэтому во многих общинах так называемая цветы и тетрадей то есть то что в тетради переписано было от руки а потом многие переписывали это на пергамент на коже и как характерный ясно вопрос и будем но у нас же второй круг же даже планируется дать для общего пользу а кто сказал 9 печатных это просто там сколько плетло показать если будут финансы нации можно и больше то есть там же помимо сайте там очень много других то есть не надо от ноги засыпались вот именно только сантеферон хочу авида сварга не интересно поведа дать бога не углаза 9 лет нет первых книги там просто это какие под руку попались какие под руку попались вот те и указали но здесь же они не подряд идут под вами вот это первая книга 2 ради света книга света третье все правильно инглии а четвертая источник жизни а вот круголет пятая книга ну а здесь она 4 то есть это не значит что вот так они здесь что стоит не номер такой-то здесь просто готовится к интернет то есть поэтому может что-то еще и раньше выйти да будет издание будут финансы будет издание для общего не будет финансы все равно издадим для общинного пользования то есть для общинного поменьше на даже одна книга на общину то есть там во время прославления богослужения и будут читать или все равно будут понимаешь вопрос еще есть если вопросов нет на этом у нас закончим а 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 Я не знаю, я работаю с этими достоинами. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...